Самые большие пробки в Нижнем Новгороде начали разруливать в ручном режиме. Сотрудники автоинспекции дежурят теперь на перекрестках в микрорайоне Мещерское озеро и на улице Советской. После закрытия улицы Самаркандской на реконструкцию на этих перекрестках постоянные заторы. Причем на это есть не только объективные причины, возросший трафик, но и субъективные. Нарушители, пытающиеся сэкономить несколько минут для себя и при этом парализующие движения на перекрестках. Почему вы нарушаете право-дорожное движение? Вы нарушили, устроили затор на перекрестках. Поняли, да, на ваших нарушениях? Не нужно выезжать на перекрестках, если вы видите, что вы не можете проехать. Я сейчас в пробке простоял, и еще меня обвиняют. Вы сейчас улицу перекрестки. Из-за вас сейчас вот стоит вся улица Советская, понимаете? Они сейчас вот в встречной полосе вынуждены вас убежать. Я не на перекрестках встал, потому что помешали вам поворот, видите, вот лезут. Видите, посмотрите, он лезет. Вот они лезут, а нам мешают, правильно? Из-за вас не могут люди другие проехать. Из-за меня нет проблем. Проблема вон из-за него, то, что он стоит с мигалкой, мешает. Перекрестки нельзя перекрывать. Если за ним, а бы за вас задор. То в отношении вас будет состально административный материал. Почему вы нарушаете правила? Просто перепутал, что это. Что? Перебудал. Вот такая вот пробка на дороге, и поэтому так происходит. Вы видели, что затор здесь? На самом деле нет, потому что у нас зеленый загорелся, и все, я думал, что поехал там впереди. Знаете, что нарушаете правила дорожного движения? Знаю. Я знаю, но я же не предполагал, что так получится. Так получилось. Где дорога, видите, какая? Потому что иначе домой не проедешь. Прежде всего нужно не только думать о себе, а нужно думать об окружающих и понимать, что все хотят домой. Чем меньше мы нарушаем, тем быстрее мы проезжаем. Я сейчас уже стою. Ну и что, на перекрестке? Я ехал на светофор, на слой на зеленый. Так здесь затор. Ну и что мне теперь? Да, пусть и нарушу правила. Дальше что? Да, здесь просто сотрудник полиции не работает, а не то что-нибудь. Этот перекресток постоянно стоит вот из-за этих таких водителей. Мне кажется, играет невоспитанность общая, нет культуры вождения. Наказание, соответственно, с частью первой статьи 12-13К, предусмотрено в виде штрафа в тысячу рублей. Надо сказать, что сотрудники, которые несут службу, они не будут заниматься ручным регулированием, поскольку, по мнению собственника дороги, уже и так светофорное регулирование там актуализировано с учетом трафика возникающего. То есть там, в принципе, вмешиваться в работу светофора уже нет необходимости. А чтобы не давать нарушителям блокировать путь другим людям, вот эти экипажи будут нести службу. Кстати, дежурят сотрудники ГИБДД не круглосуточно, а только в часы пик. Что касается реконструкции Самаркандской, то полностью движение по этой улице будет восстановлено только в феврале 2018 года.